Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Сбывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели Программа Очевидец начинается И сегодня Людмила Прибыльская Еще находится в отпуске Поэтому проведу ее я, Олег Пекай И сегодня мы продолжим разговор Который начался у нас несколько недель назад Когда мы говорили о борьбе с преступностью В 90-е годы Как это происходило Как разгул преступности удалось свернуть И что ему удалось противопоставить И вот мы продолжаем разговор С бывшим министром внутренних дел Латвии Как раз с 94-95 год Янис Адамсон С депутациями сегодня в нашей студии Здравствуйте Добрый день Насколько Вот ведь Первое вообще задержание ваше произошло Когда вы задерживали преступников Еще в 20 Вам было 24 года То есть это были вообще Конец 70-х, начало 80-х годов Ну да, конечно То есть это был тогда еще вообще Советский Союз И это был агент японской разведки Да, Дальний Восток Агент японской разведки И то есть вот тогда В таком достаточно малом возрасте Кстати, агент японской разведки Так и не поверил, что я обычный моряк-пограничник Лейтенант Он считал, что я прошел колоссальное обучение Потому что слишком профессионально Обыскал его каюту И нашел все доказательства Вот так И, наверное, я не помню еще такого случая Когда бы вот министра Вспоминают его пребывание на посту Спустя много-много лет В общем-то Воспоминание о том Что происходило тогда В середине 90-х годов И вот ваша деятельность Она в принципе ведь До сих пор вспоминается Как какой-то такой яркий эпизод В истории Латвии Дело в том, что мы все работали Как одна команда Я с удовольствием всех этих Ну, условно говоря Ребят, мужчин, женщин Вспоминаю Ведь в то время Начальником уголовной полиции Стала женщина Зенте Третьяк В Йолгаве И достойно Первый случай в истории Латвии Первый случай в истории Латвии Когда женщина Может быть я ошибаюсь Но я других случаев не знаю Когда женщина Возглавил уголовную полицию И Йолгавского района В общем-то И достойно там и работала И по другим Офицерам Тот же самый Начальник полиции безопасности Раймонд Рошканс И его подчиненный Андрес Траутманис Они были именно те Кто активно участвовали В разработке И задержание Нелегальных иммигрантов Которые потоком шли Из Ирака Афганистана И так далее И были задержаны И представители спецслужб Целого ряда государств Там подполковники Майоры и так далее Которые были осуждены И мы этот поток Транзит просто прекратили Или господин Ныне покойный К сожалению Вилн Степенс И его подчиненная Полковник Розова Которые руководили Отделом по борьбе С нелегальным оборотом Наркотиков Я уже перед этим говорил Что когда Собрались наркоторговцы В Москве И приняли решение Что Латвия Не является хорошим местом Для транзита Наркотиков Или ребят Которые работали В уголовной полиции Государственной полиции Алдис Лилюкс Виктор Бугай Михаил Белкин Несомненно Дайл Слукс Алло Сблонскис Можно очень многих Перечислять И особенно Это конечно Офицеры Районных отделов Это Иман Сбекеш Палат Гали Илгон Схейнацкий С Курляндии Юрис Бритис Это Липайский район Так что И самое главное Что я Как руководитель Позволял Всем работать Не давал Никого в обиду Но и сам пахал Как Папа Карло Ну и К сожалению Иногда и бывало Что у меня Ночью Ко мне Домой Приезжали Оперативники И мы срочно Принимали решение По тем или иным вопросам Потому что Откладывать на утро Это Нельзя было Ну Время было Интересно В прошлой Как раз Программе И прозвучало Что вот Отчет о встрече Этих наркобаронов В Москве Вы сказали Что это В принципе Лучшая Награда Которую можно То есть Когда сами Преступники Признают Что Ну Так же Как и То Что вот Благодаря Всем нашим действиям Правоохранительной Системе Тогдашней И до сих пор Латвия считается Неблагонадежным Местом Для всяких Нелегальных Иммигрантов Тут Совокупность Факторов Но До сих пор Распространено Мнение Что Латвия Не совсем Хорошее Место В то время Кстати Тогда И появился Анекдот Почему Министр Внутренних Дел Чума Зае лицо Ответ Он целовал Пояс Который Увозил Нелегальных Иммигрантов Ну И Понятно Что Любая Страна Она Не является Ну Как бы Замкнутой И Международная Преступность Использует Вот Ну Каждый Извините Я забыл Двух Основных Это Назвать Это Несомненно Госсекретарь Андрис Старис И Заместитель Яни Саппелис К сожалению Тоже Ныне Покойный Ну Ну И вот Говоря О том Что Латвия Конечно Является Ну Какой-то Частью Мира И Понятно Что Бороться С Преступностью Возможно Наверное В Союзе Ну Вот Сотрудничестве С Другими Мы регулярно встречались, раз в месяц или два месяца мы проводили общие встречи, где встречались не только министры, но обсуждая те или иные проблемы, руководители тех подразделений и троем принимали сразу же решение, что нужно сделать, чтобы какому-то виду преступления положить конец. Дальше МВД в то время активно работал, это международный наш отдел, работал и готовил, и я подписал целый ряд договоров по организации совместной работы по борьбе с организованной преступностью со всеми сопредельными государствами, в том числе и скандинавскими государствами, Германией и так далее, Польшей. И это тоже давало свои результаты, потому что одна из операций, это еще в декабре, в декабре 1994 года совместная операция наших ребят и Беспеки Польши позволила ликвидировать завод по изготовлению фальшивых пятилатников. И тогда к печати было подготовлено 4 тонны 950 килограмм пятилатников. На территории Литвы и Эстонии были задержанные лица, где на профессиональной основе, практически в заводских условиях, изготавливали двухлатники. И это тоже благодаря вот этим совсем совместным, в итоге совместных действий. То, что касается России, у нас тогда не было договора, мы только его готовили. Но мы установили, я лично общался с тогдашним министром внутренних дел России, общались по телефону. И когда надо было там нашим операм поехать туда или их операм сюда, они приезжали там для конвоирования задержанных преступников с оружием. Мы их встречали на границе, сопровождали. Аналогично было и так. У нас вообще вот в течение года, я могу на скидку назвать, с десяток разных международных операций, которые были весьма успешны вместе. Не буду назвать государство, а то вдруг кто-то что-то вычленит. Но мы отследили вместе со всеми, с разными спецслужбами. Ну, будем говорить так. С Ближнего Востока контейнер с наркотиками, то есть морской контейнер с наркотиками. Мы осуществляли оперативное сопровождение. Он шел через Ригу в Лондон. И тогда наши коллеги из Лондона попросили нас не задерживать, не реализовывать операцию здесь. А чтобы реализовать операцию в Лондоне, чтобы и в конечном итоге задержать тех, кто и получает. Но, к сожалению, одна операция, которая у нас не удалась, в связи с утечкой информации. Но эта утечка информации не произошла из МВД, из других. То есть не ваше ведомство было? Нет. У нас вообще об этой операции знали 4 человека. Я в полном объеме. Остальные в урезанном виде. И мы готовились к задержанию Рижского ОМОНа, на который был выдан ордер. Они находились в Приднестровье. Я вел переговоры с тогдашним командующим 14-й армией с господином Лебедем. Зачем они были нужны? И, на мой взгляд, очень плохо, что тогда не удалось. Они были нужны для установления исторической правды. Но были силы, которые не были заинтересованы, чтобы они здесь появились и начали бы давать показания. Потому что та правда, которую нам и сегодня преподносит, о их безоговорочной вине, о том, что Альфред Рубикс непосредственно ими руководил, давал приказы и так далее. Это правда рассыпалось бы как карточный домик. И было, к сожалению, сделано все, чтобы это задержание не произошло. За два часа до начала операции. А операцию на том конце должны были проводить оперативники 14-й армии. Генерал армии Лебедь мне позвонил и сказал, говорит, я не соглашусь, уже извините, ищите утечку информации у себя. Два часа назад рижский ОМОН под тревогой снялся и убыл в неизвестном направлении. Я еще раз подчеркиваю, наша цель, по крайней мере у полицейских и полиции безопасности, не было именно их задержать и посадить в тюрьму, а усыновление исторической правды. Ведь до сих пор непонятно, а кто же стрелял в этих журналистов, кинооператоров и так далее. И всякие байки рассказывают, но на мой взгляд, та информация, которая тогда бытовала у нас, имела ход, это то, что это были осуществлены провокации со стороны не совсем лояльных к нашему новому государству сил, но это не спецподразделение Советского Союза, это были совершенно другие люди, к сожалению, да, нам известны их все имена были, но так как суд не состоялся, поэтому я их и называть не буду. Да, самое удивительное, что я был как раз свидетелем этих событий, то есть вот тоже молодым человеком, услышав выстрелы, я находился неподалеку от парка, и я видел, что стреляли, трассирующие пули шли через парк со стороны бастионной горки, то есть вот это вот тоже какой-то момент, но то, что свидетелем иногда становишься каких-то таких вот событий, которые можно оценить только потом. Да, и в то время, ну, бандитский разгул был очень сильный, но что мы делали, ежемесячно, кстати, в Риге проводились операции профилактики, профилактика, когда все полицейские выходили на улицу, проверяли все автомашины, багажи и так далее, ну и там улов тоже было колоссальное оружие, наркотики, что только тогда не находили. Или по тревоге поднимался батальон, мобильный батальон и выезжал на периферию, окружали какой-то районный город и начиналась тотальная проверка документов и так далее. И там тоже много интересного находили, но после таких операций в тех регионах тут же насыпала тишина. И самое главное, что преступники поняли, что у государства достаточно сил, что государство способно само себя защитить. В то время, кстати, один политик известный ко мне подошел и сказал, говорит, слушай, где-то полгода я отработал, говорит, Янис, слушай, у тебя хорошо получается там бандитов ловить, молодец. А мы уже тогда начали экономическим преступлением активно заниматься, говорит, слушай, а вот в экономику не надо, лис, мы уж как-нибудь сами там справимся. Но, к сожалению, года было слишком мало, чтобы тотально заняться экономическим преступлением. Да, мы занимались только оперативных разработок, то есть дела об оперативной разработке в течение года у нас было возбуждено около 500, которые, как правило, потом перерастали в уголовные дела. То есть мы шли нормальным путем, сначала собирали материалы, потом, когда человека задерживали, закон предусматривал, это, я думаю, было правильно, в течение трех суток необходимо предъявить обвинение. И максимум тогда с разными оговорками можно было продалить до месяца. Но это не как сейчас, вот задержали, обыскали и гуляй, Вася. Года проходят прежде, чем человек осуждает. На мой взгляд, это абсолютно неправильно. Непрофессионально тоже. А насколько вот была все-таки попытка криминального мира купиться силовиков, то есть это же или запугать, или купить? По-всякому было. Но шло и очищение МВД. Если мне память не изменяет, в течение года было задержано, и потом, соответственно, осуждены 62 полицейских. То есть мы сами очищались, попытки подкупа были, по-разному было, да, были подкупы, были угрозы. Как-то нахожусь я в кабинете, забегает ко мне секретарша, говорит, господин министр, вам срочно звоните из центра на тюрьму. Я говорю, хорошо. А там бандиты звонят напрямую министру. Так и так, да, у нас тут жмурик есть по наркоте, ну мы тут сами разберемся, и вы там не вмешиваетесь. Я говорю, хорошо. Тут же нажал вторую кнопку, мобильный полк по тревоге, выслал на централку, устроили там проверку, изъяли все запрещенное. После этого таких звонков не было. Правда, и секретарша поменяла место работы. Да, да. А то, что вот в 90-е годы, то, что было в советское время, например, считалось нелегальным, преступным, это занятия бизнесом, азартные игры, проституция, ну и в то же время и однополые там отношения, вот это все в 90-е годы всплыло и достаточно очень, ну, вызвало. Какая была вот реакция на, насколько это все меняло психологию людей? Как приходилось противостоять всему? Ну, во-первых, как только Латвия приобрела независимость, а это касается всего постсоветского пространства, люди одурили, считали, что у нас демократия, а демократия – это вседозволенность. И надо было доказывать, что демократия – это абсолютно не вседозволенность, демократия, прежде всего, это уважение закона. Да, и вы абсолютно правы. Когда это все вроде как разрешилось, то это пошло гулять. Но, естественно, проституции в то время мы уделяли не столько много времени и внимания по одной причине, потому что нам главное было справиться с тем, чтобы люди могли выходить на улицы и не боялись за свою жизнь. Потому что взрывы гремели чуть не каждый день, и убийства были как… Даже в Донбассе столько не погибают в течение года, как тогда у нас были от разных ранений люди погибали. Но должен отметить, что, хотя по-всякому было, но каким бы подразделением я ни руководил, за все время моего руководства, начиная и с лейтенантов и заканчивая министром внутренних дел, ни один человек не погиб, исполняя служебные обязанности. Да, были всякие случаи, были ранения, но, слава богу, никто не погиб. Именно исполняя служебные обязанности. Вне службы были случаи, когда полицейские пытались заниматься не совсем хорошими делами, встревали в разные бандитские разборки по своей инициативе, и не исполняя своей обязанности, да, они погибали. Были такие случаи. А, чем это можно объяснить, что удалось, ну, удавалось действительно избегать таких, это были продуманные операции, меры предосторожности? Да, конечно. Ну, был, у нас были несколько, несколько городов, как я уже говорил, где с рэкетом боролись очень усиленно, очень успешно, и используя абсолютно разные методы, это Кулдыга, Салдус, Алуксне, а особенно Валмир, там был назначен начальником уголовного розыска молодой парень, господин Озовович, к сожалению, ныне покойный, действительно очень талантливый, перспективный парень, но вот он участвовал, тогда актуальным было ограбление почт, да, мне он разработал операцию, и сам участвовал в этом задержании, в результате получил ранение в голову, правда вскользь, ну, и я приехал в Валмир, собрал полицейских, сначала только старший офицерский состав, руководство, и за получение ранения и непрофессиональное руководство операции объявил ему выговор, и потом уже собрал личный состав, и вручил ему грамоту Кабинета министров и премии 500 лад. К чему я это? И потом объяснял, объяснил и этим офицерам, и другим офицерам, что, ребят, сидеть в кресле и руководить операции, конечно, намного сложнее, нежели участвовать в каком-то задержании, но задача любого руководителя – это координация действий, разработка операции и отслеживание ситуации, а не подставлять свою умную или дурную голову под пули. У нас, конечно, очень хорошо и работал спецназ наш, Омега, под руководством Юрия Грабовского. Ну, я не знаю, у них, кстати, у многих полицейских, там, из разных служб было, 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 были какие-то нестыковки, я как-то находил общий язык со всеми, и не могу никого упрекнуть, что он, там, плохо исполнял свои обязанности. А нестыковки в смысле, что какие-то, ну, были неприязненные отношения? Предубеждения, там, неприязненные отношения. Я же всем объяснял очень просто. Ребята, вам не надо, там, водку пить, детей крестить. Об этом можете говорить и решать эти вопросы после службы. А самая главная задача – это выполнение тех обязательств, которые на вас наложены. И свои личные симпатии и антипатии чуть-чуть подальше. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, после чего продолжим разговор. У нас программа продолжается «Очевидец». Мы вспоминаем 90-е годы, борьбу с преступностью. Янис Адамсонс, который был министром внутренних дел в 94-м, 95-м годах, вспоминает события тех лет. Продолжается программа «Очевидец». Мы говорим о событиях 90-х годов, о борьбе с организованной преступностью. В те годы, как раз, когда в кресле министром внутренних дел Латвии был Янис Адамсонс. Вот спрашивает нас слушатель, кто крышевал Яниса Кальва, кто отпускал его после задержания. Да, это была очень интересная операция. Я как раз тогда был, были эти балы, прессы сбавались. Я находился на балу, когда происходила операция по его задержанию. Его гнали и руководил этой операцией. Его гнали и звал меры, сопровождали и задержали только под Бауском, там, в одном кабачке. И оперативники выходили на связь и говорили, что у них бензин заканчивается. Я им обещал, пусть они зальют где-то, и мы это все возместим. И его задержали. Но потом началась эпопея, я уже не был министром внутренних дел. То его отпускали, то его опять ловили. Так как он занимался родом деятельности, естественно, не совсем законным, то те, кто крышевал, политик, которые крышевали наркотики, естественно, и делали все, чтобы облегчить его участь. И не дай бог, они бы там что-то рассказали. Но, понимаете, год это слишком мало, чтобы досконально вывести всех на чистую воду. Мы просто не успели. Хотя, кто из политиков чем занимается, я уже рассказывал в предыдущем передаче, да, было известно. Ведь была известна также пресловутая черная папочка Андрес Стариса. Это как бы в шутку, а в каждой шутке есть только доля шутки. Да, кто из политиков, депутатов, там судей, прокуроров занимается не совсем благовидными делами, да, это было известно. Ну, и говоря, кстати, про политиков и тех, кто потерял, может быть, благодаря вашей деятельности суммы денег, среди них были и ведь российские высокопоставленные очень чиновники, включая даже первого министра иностранных дел Российской Федерации. Ну, он попался только по одной причине, что он держал, его счет был в Лайнбанке, так же, как и бывшего министра обороны, у него тоже был счет в Лайнбанке, да. Соответственно, они потеряли 3,5 и 5 миллионов долларов, когда мы вплотную занялись этим банком. И самое смешное, что самые активные защитники этого банка были как раз националы, да. Так, к слову. Ну, и многие олигархи, по многим олигархам мы работали, было возбуждено нацать уголовных дел, материалы из этих уголовных дел мы переправляли в Россию, в том числе и по господину Березовскому, да, о его нелицеприятной деятельности, да, и по отдельным политикам тогдашним. И какой результат-то был? А никакой. Потому что в России был беспредел похлеще нашего, и это было норма, не буду называть фамилии, и я уже не был депутатом, ко мне приехал один помощник тогдашнего руководителя Российской Госдумы, да, начали разговаривать по поводу развития бизнеса, строительства домов и так далее на территории России, не буду называть область, потому что иначе вычислит, да, и я задал вопрос, я говорю, слушайте, там ведь такая оргприсутная группировка работает, как же с ними, они не будут вылезать? Да вы успокойтесь, мой шеф с ним давным-давно нашел общий язык. Ну, вот такие дела, да, я прекратил всякое общение с данными людьми, потому что, ну, как-то не комильфо. А, наверное, одной из тоже таких самых распространенных видов преступной деятельности был рэкет, когда предпринимателей заставляли платить деньги, вот как это? И самое интересное, что после того, как мы начали активно заниматься и бороться с рэкетом, предприниматели поверили, у нас были несколько городов, которые были свободны от рэкет, но это благодаря предприимчивости и несонартным ходам отдельных начальников полиции районных. Допустим, у Коуды Геилгонс Хейнацкес, когда ему доложили, а он еще в советское время стал начальником, он там всю жизнь прослужил, к сожалению, он отказался стать начальником уголовного розыска, и я ему предлагал, в Латвии отказался выезжать из Колдыги. Как он решил вопрос с рэкетом, когда ему доложили, что бандиты приехали и там пытаются построить предпринимателей, этих бандитов всех задержали, посадили на 15 суток, во время ареста они кололи дрова для полицейских на полицейскую баню, на это все засняли и сфотографировали. И объяснили, ребят, еще раз здесь появится, мы это опубликуем. А это ж в другом городе, в том же самом Саудусе, но оперативник там по лезвию ножа ходили, в том плане, что когда приезжали залетные ребята, они провоцировали пиродевших, мы провоцировали этих заезжих бандюгов на драки, потом их задерживали. И так тоже Валмеры, там более жестко, тоже на грани закона работал господин Умазович, не буду рассказывать о его методах, чтобы у кого-то не потянуло. На грани фола очень многие полицейские работали, но если бы они так не работали, то бы, ну я не знаю, справились бы мы в той ситуации с поставленной перед нами всеми задачами. Вот насколько можно побороть преступность, потому что, ну кажется, что полностью искоренить... Нет, полностью искоренить преступность, это нереально. Преступность существует, наверное, ровно столько, сколько и все человечество. Если мы посмотрим с другой стороны, ну война. Назовите мне хоть одну войну, которая происходила по идеологическим соображениям. Везде за любым военным действием стоят абсолютно экономические интересы. Я говорю, нет таких войн, за которыми не стояли бы экономические интересы. И также и преступник, их самая главная цель – украсть, отнять, пожить немножко хорошо, а работать не хочу. То есть, это легкие деньги, вне зависимости от того, какой вид это преступность, или торговля наркотиками, или бандитизм, грабежи и так далее. Или это белые воротнички, как я их называю. Через банковскую сферу занимаются отмывкой денег, всякие схемы ПВН и так далее. Суть одна. Украсть у кого-то, чтобы я ничего не делаю, жил хорошо. Но снизить уровень преступности – это вполне реально. И здесь просто надо дать возможность правоохранительной системе работать. Ведь, посмотрите, на сегодняшний день все кричат – коррупция здесь, коррупция там. Так, примечательная такая вещь, что заработная плата в КНАБе у нас самая низкая из всей правоохранительной системы. Хотя начальник назначает парламент. Вроде как они на всеми находятся, а зарплата самая низкая. Техническое обеспечение, к сожалению, полицейских желает иметь лучшего. А вместе с тем, армии, я ничего не говорю, им тоже нужно. Потому что два министра у нас армии довели до ручка. Это господин Кристос и господин Пабрик в свое время. Посмотрим, что останется от армии после очередного выезжа в должности министра обороны. Но почему у армии всегда есть деньги в любое время? Да потому что эта армия, если не придет и не похлопает по плечу, не скажет. Слушай, кончай воровать, пойдем сядь. И по этой причине, на мой взгляд, и это преступление против государства. К сожалению, я писал заявление, мне ответили, что Академия полиции ликвидирована правильно. А ликвидация Академии, полицейская Академия, единственный кузнец кадров, который готовит полицейских. И ее создавал генерал-майор господин Индриковс. Снимаю шляпу перед ним. Но она была ликвидирована. И сейчас мы хотим, чтобы полицейские работали, выезжали, но они не обучены. Не потому, что они плохие ребята, берут взятки, они просто не знают до конца, как правильно работать. Ни одно гражданское заведение не способно подготовить людей, которые носят погоны. Но мы как раз, я помню, что во время прошлой встречи говорили о том, что в середине 90-х годов, наоборот, приезжали из-за границы изучать наш опыт. И наши ребята, в общем-то, очень сильно выбрали. Сначала мы вроде как старались отсылать наших оперативников на Запад, в Соединенные Штаты, в Великобританию, во Францию. Но потом, когда они посмотрели, они стали приезжать к нам и учиться, как работать и бороться с организованной преступностью, с наркомафией и так далее. Нам было что показать, потому что они до этого с такими видами преступлений просто не сталкивались. Ну, к сожалению, на сегодняшний день ничего лестного сказать о наших политиках, которые вроде как должны бороться с преступностью, не могу. У нас наоборот. У нас министр юстиции, парламентский секретарь выезжают в Соединенные Штаты Америки, пишут письма, как мы плохо живем, добиваются, чтобы кого-то там внесли в черный список. В результате, что транзитный бизнес ставим крест, сейчас уже прошла информация, железная дорога готовится уволить 1400 работников, и это, к сожалению, только начало. Два идиота, я извиняюсь, я говорился, два хороших человека, в кавычках, наносит вред нашему государству, это иначе как вредительством не назовешь, или другой банкир выезжает за границу, рассказывает сказки по поводу ситуации в одном или другом банке, только по одной причине, что ему перестали мзду там платить. Но тоже, наверное, не совсем правильно. И потом без вины виноватых наказывают, а вину, оказывается, доказать нельзя, потому что нарушения нет. К сожалению, ситуация изменилась не в лучшую сторону за последние 15-20 лет. И всячески добивались, чтобы из полиции, из системы МВД уходили лучшие кадры и приходили более послушные. И на сегодняшней ситуации с господином Тюрзисом, когда он подает в отставку абсолютно из той же самой оперы, что его заставляют уйти, потому что он отказывается выполнять там не совсем правильные указания. Неудобный человек, можно сказать. Ну, в данной системе, да. Вот пришел интересный вопрос. Я просто как раз хотел спросить вас, ведь я очень хорошо помню, в конце 70-х годов очень проходила такая красная нитью в советских детективах мысль о том, что борьба с преступностью будет почти-почти закончена. И вот, ну, можно вспомнить массу фильмов, и следствия идут на такие вот, где даже вот какому-то преступнику говорят, вы динозавр, вы вот вымираете. То есть вот-вот мы вот прекратим. И самое-то удивительное, что как раз вот в середине 80-х годов произошел этот всплеск преступности. Вот спрашивают нас слушатели, все-таки вот как бы вы охарактеризовали этих лидеров организованных преступных групп, вот что это были за люди? Вот можно ли было с ними вести диалог? Были ли это были отморозки или, ну, какие-то более-менее? Абсолютно разные были отморозки, были у кого мозги просто отбиты, были интеллигентные люди, да. Ничего плохого по интеллектуальному уровню развития не могу сказать об Иване Харитонове. По оценкам умнейший человек, там еще другие, не хочу просто их хвалить и называть, да. Они абсолютно разные, как и все люди. Почему человек попал в эту среду, там разные обстоятельства. Ведь любой полицейский, это, по идее, он мог или стать преступником, как правило, или стать полицейским. В какой-то определенный момент ты делаешь выбор, так же, как и любой другой человек. Вспомним детство, ну, мы все там чуть-чуть баловались, хулиганили, кто-то больше, кто-то меньше, да. И как она, кривая, выведет, не всегда ты знаешь, но вместе с тем у каждого должен быть внутренний стержень, когда ты знаешь, что вот она черта, которую ты не должен пересыпать. Ну, ситуации жизненные абсолютно разные, и они несут наказание за свои деяния, конечно. Но, а почему в Советском Союзе провалилась эта борьба с преступностью, ответ очень простой. Во-первых, это надо быть абсолютным оптимистом, абсолютным оптимистом и идеалистом считать, что преступности просто не будет. Дело в том, что верхушка Советского Союза, она просто прогнила, и во все тяжкие были замешаны именно верхом. Мне, к сожалению, в свое время, еще служа на Дальнем Востоке, приходилось принимать участие в разных операциях, разоблачениях и так далее, в результате которых там 8 полковников сменили место обитания на решетчатые окна, 5 генералов стали рядовыми. Ну, не буду рассказывать, там, то есть, на мой взгляд, Советский Союз развалился только по одной причине, потому что именно верха политического руководства тогдашнего Советского Союза, оно просто прогнило. Вспомним хотя бы Галину Брежневу, и так же, как бывшего министра внутренних дел, Шолохова. Ну, что, это оргпреступная группировка, это самая верха, вроде как уже некуда. А потом, то, что начало твориться в 80-х с приходом Горбачева, ну, на мой взгляд, он враг СССР. Он именно тот, который развалил Советский Союз. Да, там были объективные обстоятельства, но и то, что произошел этот разгул преступности, это именно тоже была политическая воля, и целенаправленно они на это шли. Вот опять спрашивают наши слушатели, такой провокационный вопрос, какой процент криминально замешанных среди наших депутатов, среди чиновников, людей, которые могут быть связаны с каким-то криминальным бизнесом? Многие знания, многие печали, я специально, честно сознаюсь, стараюсь не собирать информацию, целенаправленную и так далее, но, к сожалению, она меня самого находит. Вы знаете, бытует мнение вот такое, что вот оно, его испортило там власть и деньги. Испортить человека не может никто, кроме сам человек. И если у него нет предрасположенности ко всем этим гнилым деяниям, то его не испортят ни деньги, ни власть и так далее. То есть человек, который идет на эту должность, он уже потенциально готов и к воровству, и к нарушениям законов, и к своему обогащению. Поэтому надо думать, кого же мы выбираем. Давайте выбирать и смотреть на дела, а не на то, как красиво кто и как говорит. Процентам отношения, ну, трудно ответить. Но я не ошибусь, там, ну, за 20% уж точно. Как минимум. Да, как минимум. Насколько не пытались ли каким-то образом, ну, вот, я не знаю, отомстить люди, которым все-таки вы перешли дорогу, и каким образом вот все-таки заботились о безопасности своей, своей семьи? То есть как это? Ну, я телохранителей взял и обходился без телохранителей. Они начали исполнять свои обязанности только в тот момент, когда я сломал ногу, играя в волейбол. И причина была очень такая интересная. Так как лифт не работал, то надо было подниматься на четвертый этаж, подниматься наверх, нет вопросов. А вот спускаться было тяжело. И когда ты с костылями идешь, тогда папочку неудобно нести. Вот тогда и появились у меня телохранители. Это где-то через полгода. Будучи министром, против меня было, готовилось два покушения. Кстати, мы провели целый ряд операций, предотвратили покушение на Зедуниса Чеверса, в том числе, как я уже упоминал, на Ивана Харитонова. Но, кстати, уже в конце, уже когда я был министром внутренних дел, было подготовлено покушение и на предпринимателя Андриса Штела, которого только номинировали как будущего премьер-министра. Нам были известны все заказчики, не всегда это можно было доказать, но исполнители были задержаны, и по тем или иным статьям они были осуждены. Ну, 25 лет прошло, можно говорить. Многие там, не только эти, там и против других политиков. Когда я стал депутатом, но там ребята с Востока тоже же готовили несколько покушений против меня, потому что я по некоторым направлениям перешел в дорогу. Но, как видите, если голова есть, то можно и справиться. Возможно ли повторение вот этого времени? Насколько вот мы иногда бывает, что расслабляемся, думаем, что все это не может вернуться? Насколько... Вы знаете, когда вот возвращаешь эту ленту назад, и я прекрасно понимаю, и с бывшим, и с полицейским, кто сейчас на пенсии разговаривает, мы рады, что нам удалось тогда победить организованную преступность, точнее ее обуздать, потому что и в ином случае у нас ситуация была бы где-то похожа на то, что происходит на Украине сейчас. Ведь о чем тоже практически никто не знает. Проводились мероприятия, это была отдельная спецоперация, потому что со стороны оперативников МВД противодействие сепаратическим поползновениям Латгалии, ведь хотели создать ситуацию по Латгалии, такую же, как Приднестеровье, да, как такую конфликтную зону. Да, нам удалось достаточно хорошо справиться с этой задачей, и, видите, прошло 25 лет, мы об этом говорим, потому что никому вреда не нанесем. И это удалось решить, я понимаю, без какого-то кровавого конфликта, без каких-то... Совершенно верно. Ведь самая лучшая война и самая важная победа – это та, которая не требовала никаких жертв. И если есть возможность спокойно решить вопрос, нанося превентивные удары, изымая тех или иных людей из обихода, то самое главное, чтобы был положительный результат. И мы не кричали о всех этих делах, и обо многих делах до сих пор многие не знают. Меня, кстати, тогда журналисты, оказывается, прозвали министром без комментариев. Ну, как были регулярные пресс-конференции, ну, допустим, посвящены каким-то вопросам. У нас был хороший контакт с пресс-секретарем Нормандом Бельским, и, ну, пресс-конференцию, ну, задавать вопросы. Ну, там, как я уже говорил, там убийства, всякие идеи не было выше крыши, ну, там, допустим, по дорожным транспортным происшествиям, пресс-конференции. Мне начинают задавать вопрос по организованной преступности. Все хотят знать. Господин министр, вот здесь. Я говорю, да, хорошо, без комментариев. Следующий вопрос без комментариев. Следующий вопрос без комментариев. Ну, как? Вы не ответили ни на один вопрос. Я говорю, как? Я ответил на все вопросы. То, что вас не удовлетворяет мои ответы, это ваша проблема. Сейчас, наоборот, политики привыкли очень много говорить, говорят правильно, а по сути они даже ситуацией не владеют. Ну, что же, на самом деле, вот, у нас час пролетел совершенно незаметно. Янис Адамсонс был в нашей студии, депутат Сейма и бывший министр внутренних дел Латвии. Мы говорили о 90-х годах о борьбе с организованной преступностью. Спасибо вам большое. Удачи. Спасибо.